Привет друзья! Вот и начался сезон черники. Он конечно продлится недолго, примерно 2-3 недели, но парочку очень вкусных блюд я успею вам приготовить. Вот и сегодня я вам предлагаю сделать очень простое приготовление, в то же время очень-очень вкусный и очень полезный коктейль смузи. И я уверен, что даже дети будут просить у вас двойную порцию. Итак, для начала нам понадобится примерно пол стакана черники. Хорошо ее вымываем, очищаем от грязи и от лишних листочков. Далее нам понадобится литровая банка или любая посуда, в которой вам будет удобно взбивать все погружным блендером. И на дно банки сразу же нужно будет отправить примерно пол стакана черники. Я в банку отправил 4 столовые ложки с горкой, но если вы хотите более вырженный черничный вкус, можно отправить и немного больше. Далее в банку нужно отправить 1 стакан 200 мл холодного молока. Смотрите, я сладкоежка, поэтому в банку отправляю 1 столовую ложку с горкой сахара. Если же вы считаете, что сахар вредный, просто его не добавляйте. Далее мы опускаем погружной блендер в банку и очень хорошо все нужно перебить, таким образом, чтобы нигде не осталось ни единой целой черники. У вас должен получиться хороший молочный коктейль. Но это еще не все. Затем в эту же банку нам нужно будет добавить 1 порцию мороженого, лучше если она будет 100 граммовая, но в моем случае сегодня это 75 грамм. Добавлять мороженое нужно без вафельного стаканчика. Кстати, если вы хотите сделать очень вкусное домашнее мороженое, ищите ссылочку на ролик под видео. Ну а дальше мы опять опускаем в банку погружной блендер и на максимальных оборотах нужно перебить все до однородного состояния, таким образом, чтобы все мороженое полностью растворилось в нашем коктейле. Ну а примерно через одну минуту времени наш коктейль смузи будет уже готов. Берем стаканчики, разливаем все по порционным стаканчикам. У меня сегодня один большой стакан, но поверьте, этого стакана для одного человека будет мало. Моя младшая дочь, которая терпеть не может пить молоко, даже не почувствовала, что здесь присутствует молоко и попросила сделать ей еще не одну такую порцию. Ну что ж, друзья, на этом у меня сегодня все. Если вам понравился такой вот необыкновенный рецепт, обязательно поставьте лайк. Не понравился, поставьте дизлайк. Подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики. И обязательно поделитесь таким вкусным рецептом с друзьями. Всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная Кухня. Аппетитная Кухня